Дорогая Церковь Хорошо, что мы живем в век техники. Будем пользоваться возможностями. Итак, сегодня я хочу поговорить на такую тему, что такое покой. Куда нам надо войти? Как говорит Павел, что надо войти в покой. Бог еще хотел, чтобы мы вошли в покой. Вот прочитаем, к Евреям 4.3 написано, что входим мы в покой, уверовавшие. Как он сказал, я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой, хотя дела его были совершены еще в начале мира. Давайте обратимся вот как раз в начало, в бытие. Как описывается, Бог творил небо и землю и сотворил за шесть дней. Творил, трудился. И на седьмой день он почил. То есть все завершил к седьмому дню. И говорится, что седьмой день он освятил. Что значит осветил? Мы с вами знаем, что все, что освящено, оно принадлежит Богу. Оно как бы посвящено Ему, оно Его. И получается, что Бог все сотворил для седьмого дня. То есть создал Он все для покоя. Я хочу прочитать Бытие 2.1.3. Написано, так совершены были и земля, и все воинство их. Небо и земля, и все воинство их. И совершил Бог седьмому дню дела Свои, которые Он делал. И почил в день седьмой от всех дел Своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и осветил Его. Ибо Он и почил от всех дел Своих, которые Бог творил и созидал. Я бы хотела, чтобы мы все обратили внимание на это, это очень важно. Что Бог все сотворил для седьмого дня, для дня покоя. Все было готово к этому покою. Все творение должно было войти в покой. Он благословил этот день. И этот день должен был длиться все время, пока будет земля. То есть, все должно было принадлежать Ему, и Его общение присутствовало бы на земле. Мы с вами видим, что потеряно. Что было утрачено. Представляете, все отведенное время земли присутствовал бы покой. Потому что Бог благословил его, и начался седьмой день. И понятие покоя — это состояние. Это пребывание в Божьем общении, благословении. В освященном положении от Бога. Бог осветил все это время. Вот что означало рай. И вы знаете, что не только в раю это происходило, но вся земля была освящена. Поэтому Бог сказал, плодитесь и размножайтесь по всей земле. Рай было особенное место, но вся земля была Богом освящена в тот момент. И вот как Бог сказал тогда Адаму и Еве, Бытие 1, 27-28. И сотворил Бог человека по образу своему, по подобию Божьему сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил Бог, и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и заполняйте землю, и обладайте ею. И владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. И так, если вы увидели, что вся земля была благословена, вся земля была освящена, и все должны были жить в покое. Это был Божий план. Не только райское место, уголок, сад. Можно сказать, что райский сад, это было фактически место, где небо и земля были соединены. В одном пространстве времени и места. Это очень интересное место. Можно сказать, там, ну, как на современном языке, портал, где Бог говорил с человеком, общался с человеком, спускался к нему. Но вся земля была в покое. И до того, пока Адам и Ева не согрешили, земля была благословлена и освящена даже. Вот что, собственно, совершил Иисус, это Он нас возвращает в этот покой. Возвращает в это место, где Он хочет соединить опять землю и небо. Вести в покой, это значит в освящение, вот в тот день. И Он нам открыл эту возможность войти в этот седьмой день, в день покоя, так как мы были изгнаны из Него из-за грехопадения Адама. Посмотрите, Колоссянам 1, 19-20 говорится, «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем, то есть в Иисусе, обитала вся полнота. И чтобы посредством Его примирить с Собою все. Умиротворив через Него кровью Креста Его и земное, и небесное. Чтобы посредством Иисуса примирить с Собою и умиротворить, что земное и небесное. Ефесянам 1, 9-10 тоже говорится, «Открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем в устроение полноты времени. И весь смысл в чем? Дабы небесное и земное соединить под одну главу и Христов. То есть Бог возвращает нас в тот покой, который мы потеряли. В тот седьмой день, день покоя, освященный Богом, принадлежащий Господу, за неверие Богу и за непослушание они были изгнаны из рая. И не только вы изгнаны из рая, они изгнаны седьмого дня. И в них мы все оказались изгнанными из этого седьмого дня. И вся земля стала проклятой, потому что вышли из святости, из освящения. Прочитаем это место, Бытие 3, 17-19. Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии волчьцы произрастит она тебе. И будешь питаться полевой травой, в поте лица твоего будешь есть хлеб. Доколь не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься. И так мы видим, что человечество утеряло именно вот эту благодать, жить в покое. Почему Бог послал Иисуса возвратить нас в этот покой. И не только мы, как люди, потеряли вот это благословение, день покоя. Но и даже животный мир, все потеряли это, понимаете, вся тварь. Все творение потеряло вот этот покой, потеряло то благословение из-за грехопадения Адама. Посмотрите, как к римлянам написано 8, 19, 22. Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божьих. Тварь, творение ожидает откровения сынов Божьих, потому что тварь покорилась суете недобровольно, но воле покорившего ее в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлени свободу славы детей Божьих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стинает и мучается до ныне. И животный мир страдает из-за человека. Все творение страдает из-за человека. Когда был покой, когда был благословенный день, и земля была вся благословлена, и смерти не было, болезни не было, потому что Бог освятил. Но когда пришло проклятие, пришло вместе с этим все, и смерть, и болезни, и скорби. И так как вышли из этого дня не послушанием, не покорством, то войти мы можем именно послушанием и покорством. И сам Иисус, как дверь, прошел послушанием. И написано, что для всех послушных Он соделался Спасителем. Где не верят, там нету и послушания, поэтому нельзя не послушание назвать верой. И так, пока это место было освящено Богом, где Он обитал, и все принадлежало Ему, это, можно сказать, был день покоя. И чтобы заново туда вернуться, Бог целый план спасения для нас приготовил. Мы знаем, что это все прообразы, вся земля, обитованная на этой земле, все это прообразы, весь Израиль, что Он прошел, это все прообразы. Это все прообразы вечного покоя, земля обитованная израильская. Однако, вот через эти прообразы должен был совершиться Божий план. Возвращение в покой, во священный Божий покой. Здесь, на земле, человек должен состояться, научиться послушанию, научиться верить Богу. И вот для этого плана Бог избирает Абрама. И через этого человека веры и послушания, потому что вера без послушания не вера. Бог с ним заключает завет обитованной земле, то есть о покое. Первый завет о покое, который Бог возвращает человека, был заключен с Абрамом. Это в земле обитованной. И Абрам как представитель народа верующих, он у нас отец веры, послушных Богу. стал двигаться верой к этому покою. С Абрама начался этот путь. Но он не завершился им. Он получил обетование для всех. Мы знаем это. И он умер с этим обетованием. Но он знал, что через него даже придет Спаситель, Мессия, потому что семя было обещано ему. Тот, который завершит этот план спасения. То есть доставит истинный покой. Поэтому Абрам и ходил по этой земле и видел эту землю, но понимал, что не это имеется в виду, это только символы. Павел даже свидетельствует об этом, что Аврам понимал. Евреям 11, 8, 10 написано. Верою Аврам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие. и пошел не зная куда. Куда идет. Верою обитал он по земле обитованной, как по чужой. И жил в Шатрах с Исааком и Яковом, сонаследниками того же обитования. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. Он понимал, что это только прообраз. Что покой вечный на этой проклятой земле уже не может быть. Но после Аврама мы с вами знаем, что когда Аврам почил, пришел Моисей. Это был ветхозаветный Мессия, который повел в эту землю обитован, чтобы исполнить обитование Отца. И опять я хочу, чтобы мы увидели, что только можно было пройти туда послушанием, верой и послушанием. Нет другого пути войти в покой, как послушание и вера. Но так грех жил уже в человеке внутри, мы с вами видим, что роптали никаким образом, они даже не смогли войти в первый раз. Почему Бог и сказал, поклялся во гневе, не войдете? Кому Он сказал, не войдете? Тем непослушным и неверующим, которые роптали постоянно в пустыне. И им пришлось еще 40 лет ходить по пустыне. 40 лет, пока не вымерли все ропотники. Но разве на этом все закончилось? Хоть Иисус Навин и ввел их в покой, временный покой, в землю обитованную, но грех вошел вместе с ними. То есть это все земное, оно временное, оно только прообразы. И войдя туда, в эту землю обитованную, сколько раз они были изгнаны, снова возвращаясь, потому что внутри не было покоя, не было мира. Мы с вами видим, что это все прообразы. Это не то, что Бог хотел, но через это Он проводит, Он нас учит. И Бог прибудет под конец Иисуса Христа. Для чего? Чтобы внутри нас совершить, чтобы мы вошли в покой уже и сердцем нашим, и разумом нашим, и духом нашим, и душой нашим. Тот прообраз показал свое несовершенство, что он ничего не может довести до конца. Как бы не соблюдали закон, надо, чтобы внутренность твоя изменилась. А иначе грех остается внутри тебя, и притом живой, действенный. Поэтому Павел объясняет, что нужен был такой первосвященник, который может совершить и ввести в покой, который получит служение превосходнейшее и будет лучшим ходатаем, он говорит об этом, что для народа Божьего еще остается субботство. Для какого народа Божьего? Те, которые не приняли Иисуса Христа, они народ Божий израильский, но для них еще субботство. Только те, которые входят в Иисуса Христа, входят в эту свободу, входят в этот покой духом своим, внутренностью своей. Они действительно успокаиваются. Действительно Иисус дает покой, которого нет в этом мире. Они исполняют закон субботы, но не это имел в виду Бог, это только прообразы. Наш Иисус, Он Господин субботы, Он Господь, и мы с вами знаем, что Господь освободил нас от закона. Но это не значит, что Он нас освободил от седьмого дня, от дня покоя освященного, что мы свободны и от этого дня. Этот день он благословенный для нас. День, который мы свидетельствуем, что мы дети покоя. уважение, мы являем посвящение Богу своего сердца. Мы показываем, насколько мы принадлежим Ему, потому что все, что освящено Его. Я хочу прочитать вам одно место. Евреям 4, 1, 11. Оно немножко длинноватое. Но мне хочется его прочитать. Написано, посему будем опасаться, чтобы когда еще останется обетование войти в покой Его, не оказался кто-то из нас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенной верой услышавших. как важно, когда слово Бога в тебе растворяется. Что значит растворяется? Оно в каждой клеточке твоей. Ты просто им живешь, оно стало тобою. Тогда ты его совершаешь. А у них оно не растворилось, оно вошло в ушко и в другое вышло. И он говорит, а входи в покой мы уверовавшие. Так как он сказал, я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой. хотя дела его были совершены еще в начале мира, ибо негде сказано о седьмом дне так, и почил Бог в день седьмой от всех дел своих. И еще здесь не войдут в покой мой. И так как некоторым остается войти в него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в него за непокорность. Обратите внимание на это слово, за непокорность. То еще определяет некоторый день ныне, говоря через Давида после столь долгого времени, как выше сказано, ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших. Ибо если Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне покоя. субботство, посему для народа Божьего еще остается субботство. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился. от дел своих, как и Бог от своих. Итак, постараемся войти в покой онный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Итак, мы видим, что непокортные, непослушные, можно сказать, неверующие, не входят в покой. Даже неважно, вызывают они себя верующим или нет, но если ты непокорен, непослушен, ты не входишь в покой. Потому что непослушанием были изгнаны из покоя. Мы получаем через Иисуса и прощение, и примирение с Отцом, и вход в покой. И я вам скажу, что такое послушание? Что Бог нам завещает? Исполнение Слова Его. Послушание и вера это исполнение Его Слова. Мы не можем назвать себя верующими, если мы Его Слово не исполняем. Мы не можем называться послушными, если мы Его Слово не выполняем. так заповеди исполнения это и есть вера. И кто верит, тот и заповеди исполняет Его. И послушаем заповедям Его. И есть заповедь о дне седьмом. О дне покоя есть заповедь. это завет. Бога с человеком завет в седьмом дне, во дне покоя. И Он Его не отменял. Но есть разница. Есть разница исполнения субботы по закону или же исполнения Его заповеди в любви. Посмотрите, как говорит Исаия. 58 глава 13 14. Он не говорит это как закон, но Он говорит это как любовь к Богу, как послушание Ему, как настоящая вера. Если ты удержишь ногу твою ради субботы, я хочу, чтобы мы с вами увидели это. Когда был закон и кто живет по закону. Если вы помните, когда мы читали и разбирали Ветхий Завет, те, которые нарушали субботу, были побиваемы камнями. Это строгость закона. Здесь же говорится если не говорится, что тебя побьют камнями, но если ты удержишь ногу твою ради субботы, от исполнения прихоти твоих во святой день мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господнем, послушайте, как Бог называет вот этот день, который мы посвящаем Ему. Будешь называть субботу отрадою, святым днем Господнем, чествуем ему, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить и дальше идут обетования, то будешь иметь радость в Господе. То есть вот это и есть покой, это и есть рай в сердце, в душе, Царство Божье, потому что радость от Господа только в Царстве Божьем есть. Будешь иметь радость в Господе, я возведу тебя на высоту земли и дам вкусить тебя наследие Якова, отца твоего. Уста Господни изрекли это. Вот он покой, в который нас Бог приглашает. Вот покой, который мы должны почитать. Те, которые вошли в покой. то есть святить седьмой день, потому что это день Господен. Это не один из простых дней обыденных. Он освящен Богом. Сейчас этот день освящен Богом. Если тогда вся земля была под этим освящением, когда Бог сотворил землю, то сейчас один день в неделе Бог сказал святите в почтении Ему. Вот этим вы показываете, что вы дети воскресения, дети покоя. Для нас седьмой день, я хочу, чтобы мы с вами увидели интересную вещь тоже. Для нас, для христиан, седьмым днем покоя стало воскресение Иисуса Христа. Воскресение Иисуса Христа стал седьмым днем покоя. И мы, верующие в Сына Божьего, в Днем, в Его воскресенье, кто вошел в воскресенье Христа, вошел в покой. Поэтому мы празднуем с вами первый день недели. по еврейскому календарю воскресенье это первый день недели. В первый день недели воскрес Иисус Христос. Давайте мы прочитаем Марк 16, 9. Воскреснув рано, в первый день недели Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал семь бесов и так далее. Мы видим, что в первый день недели ученики собрались все вместе, когда им явился Иисус. Иоанн 20, 19. В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его были заперты и запасения от иудеев пришел Иисус и стал посреди и говорил им мир вам. И в деяниях мы можем с вами увидеть, что ученики стали собираться в первый день недели. Деяние 27. В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел намеревался отправиться в следующий день и так далее. Первый день недели. Стали собираться ученики. Я понимаю, что большой разницы не играет, какой день мы посвятили Богу. Я не о том. Я хочу показать вам маленькую разницу, как все в символах. Что если раньше был суббота, шаббат, последний день недели, как по закону, то Новый Завет начинается с первого дня недели как Новый Завет. Это день воскресения. Не потому, что мы называем воскресение, можно его назвать Сандой, можно назвать как угодно, но это день воскресения Иисуса Христа. Первый день недели Иисус Христос воскрес. Понимаете, это воскресение для нас, мы празднуем воскресение. Хочу, чтобы мы поняли, что мы празднуем каждый раз, когда мы приходим. Мы празднуем свое воскресение. Это и есть день покоя, воскресение это день покоя. Мы каждый раз провозглашаем свое воскресение, почитая нашего Господа, поклоняясь Ему, поэтому радуйтесь, когда вы приходите в воскресение почитать Господа. Если это достигло нашего разума и сердца, то мы будем чтить седьмой день недели. И не важно какой день недели, но христианин он чтит седьмой день недели для Господа освященный. Не по закону, а потому, что мы вошли в воскресение в благодать. В благодать. Мы празднуем благодать. Но, к сожалению, для израильского народа, который не принял Иисуса Христа, Павел говорит, еще остается субботство. То есть остается еще по закону исполнения. Как все, что там исполняется по закону. И Пасха по закону, еще выход из Египта. Но какое у нас дано благодать и благоволение Божье открыло нам войти в этот покой. И когда ты входишь в этот покой, Бог говорит, дам тебе радость. Поэтому, несмотря на то, что происходит внутри, ликует все и радуется. И моя дорогая церковь, я призываю вас к тому, о чем говорил Господь через Исаию. Почитайте Бога. Почитайте субботу. Субботу вы понимаете, что я имею ввиду? День, посвященный Богу. Потому что кого Бог воскресит? Те, кто в воскресении. Вы дети воскресения. Вы народ воскресения. Войдите в покой и исповедуйте покой. Всей своей жизнью исповедуйте. Всему этому миру исповедуйте, что вы дети покоя. Пусть небеса знают. Пусть под небеси видят, что вы святите этот день, потому что это день Господень. Все, что Господне для нас дорого. Согласитесь со мной. Если Господь чтит и освящает, как может тот, который говорит, что я сын Божий, дитя Божье, не святить? Я еще раз прочту эти слова. Если ты удержишь ногу твою ради субботы, вы считаете, что не просто ради субботы, а ради Господа. От исполнения прихотей твоих во святой день мой и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господнем, чествуемым и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе. Радость в Господе. Будешь иметь радость в Господе. И я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебя на следе Якова, отца твоего. Уста Господни изрекли это. так что завет нашего спасения воскресения, завет дня покоя будем исполнять и каждый раз провозглашать этим самым, что мы дети Божьи и что Он наш Господь, наш Бог и радость Божья присутствует с вами, со всеми. Я вас благословляю, так.